Мне очень приятно выступить сегодня на этом симпозиуме. Я благодарю Евгения Наумовича за приглашение рассказать о исключительно перспективном и в какой-то мере революционном подходе к лечению онкологических заболеваний, которые связаны с действием онкалитических вирусов. В нашем представлении вирусы обычно ассоциируются с болезнями и применительно к раку тоже возникают всегда ассоциации с тем, что вирусы могут быть как раз причиной возникновения рака и действительно есть очень хороший пример, когда вирус может вызывать рак у человека. Это большая часть случаев рака шейки матки, которые ассоциированы с вирусом папиллом. Более того, в течение очень долгого времени проводились многочисленные исследования молекулярно-биологические для выяснения механизмов трансформации клеток под действием различных вирусов. И выявлены очень важные фундаментальные механизмы раковые клетки именно на этих моделях. Но в то же время вирусы можно рассматривать в качестве потенциального средства борьбы с раком. И вот эти сведения о том, что вирусы могут таким образом использоваться, начали накапливаться уже очень давно. Сразу после открытия вирусов в конце 19 века, через несколько лет, был описан первый пример того, что онкологическое заболевание, в данном случае это была лейкома, лейкемия может претерпевать ремиссию после перенесенной вирусной инфекции. Далее такие случаи продолжали накапливаться в литературе. И в 20-е годы, когда встал вопрос о том, на каких моделях можно культивировать вирусы, было установлено, что как раз раковые клетки – это очень хороший субстрат для продукции вирусов. И вот накопившиеся эти данные позволили в 40-е и 50-е годы приступить уже к первым попыткам применения вирусов в клинике. В Соединенных Штатах, в основном в Слон-Кеттеринге, проводились довольно широкие исследования, где использовались в то время патогенные вирусы для лечения рака. И надо сказать, что там, вокруг этого метода лечения, было очень много споров, очень много было разнообразных этических нарушений. И в результате вот эти работы скорее нанесли большой вред для развития вот этого направления, потому что практически они дискредитировали вот этот подход. И поэтому на протяжении последующих 60 лет требовалось получить какие-то фундаментальные знания о том, во-первых, о биологии раковой клетки и о природе вирусов, чтобы понять, каким образом можно использовать этот опасный инструмент для лечения рака. Но за эти 60 лет, конечно, область двигалась дальше, и вообще проблема рака являлась, в общем-то, таким двигателем для изучения, для вообще молекулярной биологии. Основная цель этих исследований было установить какие-то наиболее уязвимые свойства раковой клетки, которые можно использовать для специфической терапии, то есть таким образом воздействовать на раковую клетку, чтобы не оказывать какое-то пореждающее воздействие на здоровые компоненты организма. И вот здесь приведена схема, взаимствованная из классической работы Ханахана и Вайнберга в 2011 году, где приведены 10 характерных уязвимых свойств, так называемых холмаркс, раковые клетки. И также показаны основные классы терапевтических таргетных препаратов, которые направлены против того или иного характерного уязвимого места раковой клетки. Но надо сказать, что эта схема далеко не полна. И самое главное, что здесь отсутствует, на мой взгляд, это очень характерное свойство раковой клетки – это чувствительность к вирусам. Вот я дополнил эту схему 11-м свойством. Это значит чувствительность, то есть раковая клетка приобретает достаточно закономерно и большая часть раковых клеток приобретает особую повышенную чувствительность к вирусам. В данном случае анкелитическим вирусам. Я расскажу, чем отличается обычный вирус от анкелитических, но в целом раковая клетка чувствительна к большинству вирусов. Немного о механизмах, почему так происходит. Но вообще, для того, чтобы заразить клетку в организме, вирусу требуется преодолеть достаточно много барьеров. Во-первых, это общие барьеры, такие как кожа, слизистые. Потом следующий барьер – это необходимость вируса распространиться по организму. Следующий барьер – это вхождение в клетку. Для того, чтобы вирус вошел в клетку, требуется определенный рецептор, с которым вирус связывается и без которого он не может проникнуть внутрь. Далее, самый главный барьер – это барьер, связанный с врожденным иммунитетом. В ответ на вирусную инфекцию клетка начинает вырабатывать противовирусные белки, в частности, интерфероны, которые действуют и на саму зараженную клетку, и на окружающие клетки, и вызывают в них так называемое противовирусное состояние. И в результате этого клетка не реплицирует вирус, и вирусная инфекция затухает. Но в каких-то случаях все-таки происходит преодоление вот этого барьера, и тогда, собственно, происходит репликация вируса, которая часто связана с заболеванием. Значит, вот барьер тканевой в раковые опухоли нарушен, потому что нормальная ткань имеет достаточно плотную, такую хорошо организованную архитектуру, и поэтому для вируса вот эта вот структура ткани представляет большую проблему, каким образом внедриться в эту ткань. В то же время злокачественные опухоли – это достаточно хаотичное награждение клеток, контакты межклеточные часто нарушены, и, кроме того, неоваскулиризация приводит к тому, что вот эти сосуды, которые быстро образуются, они не совсем полноценны, имеют, грубо говоря, дырки, в которые достаточно легко проникают вирусы из кровотока, и поэтому раковые опухоли значительно более доступны для вируса. Далее. Как я уже сказал, контакты у раковых клеток часто нарушены, и это приводит к тому, что многие белки, которые располагаются на поверхности раковой клетки, они экспонированы и не защищены контактами. А многие из этих белков используются вирусами в качестве рецепторов. И вот на этой схеме приведены целый ряд таких вот белков, которые экспрессируются на тех или иных клетках, которые используются разными вирусами в качестве рецепторов для вхождения в клетку. И многие из этих рецепторов либо оказываются в свободном состоянии, неспособны связывать вирус, либо наоборот даже гиперэкспрессированы. И это обуславливает вот еще один фактор, по которому вирусы предпочитают размножаться в раковых клетках. Но вообще для того, чтобы многие годы, миллионы лет совместной эволюции организмов многоклеточных и вирусов привели к выработке такого равновесия, когда существует некий паритет между функциями вируса и организма. Когда вирус пытается починить клетку для собственной репликации, а, соответственно, клетка выработала механизмы, которые сопротивляются этому. И это все приводит к тому, что если вирусные механизмы превалируют, то идет инфекция. Если же клеточные механизмы защиты превалируют, то, соответственно, вирусные инфекции не проходят. Это со стороны клетки. Вот здесь очень, конечно, мелкая схема, и, к сожалению, очень такой тоже небольшой экран. Поэтому я просто прокомментирую, что на этой схеме приведены очень много компонентов противовирусной защиты клетки, которая состоит в том, что вирусы располагают какими-то определенными, чужеродными для клетки паттернами, которые узнаются специальными внутриклеточными рецепторами и передают сигналы через ряд сигнальных путей в ядро, сигнализируя экспрессию интерферонов. Интерфероны действуют уже на правой части этой схемы. Видно, что интерфероны взаимодействуют с интерфероновым рецептором и запускают другие каскады, которые приводят к синтезу очень многих, в экспрессии очень многих генов, которые так или иначе приводят клетку в состояние противовирусное. Когда она не может заразиться или репликация вирусов очень сильно ослаблена, это также сопровождается достаточно сильным угнетением метаболизма и пролиферацией. В то же время вирусы выработали, в чём разные вирусы, разные механизмы выработали борьбы с этими механизмами, и тут красными кружочками обозначены некие продукты вирусные, которые действуют на те или иные компоненты вот этой противовирусной защиты. Причём некоторые вирусы обладают сразу несколькими, действуют на несколько звеньев этой защиты, поэтому чем более сильные механизмы противовирусной защиты у вируса, тем более вероятно, что вирус будет превалировать вот в этой борьбе. Вот здесь приведены некоторые гены, некоторых вирусов, которые, ну, конкретные примеры, каким образом они подавляют те или иные механизмы противовирусной защиты. Но вот интересно, что исследование показывает, что вот очень многие компоненты вот этой противовирусной защиты практически отсутствуют, повреждены в раковых клетках. Причём эти повреждения происходят в самых разных звеньях и самыми разными механизмами. Это может быть и мутация, и делиция какого-то гена, и эпигенетическое нарушение, связанное с тем, что данный ген хоть и не повреждён, но он не экспрессируется. Вот. Но ещё очень важно знать, что вот эти механизмы противовирусной защиты, они тоже регулируются в нормальной клетке. В частности, во время пролиферации, во время различных пролиферативных сигналов многие из этих компонентов отключаются. И это связано с тем, что вот эти механизмы, они практически тормозят пролиферацию, тормозят очень многие физиологические процессы в клетке. И для того, чтобы клетка поделилась или вступила в какое-то функциональное состояние, требуется подавление. И вот интересно, что вот эти вот онкогенные механизмы, механизмы активации, онкогенной активации, например, мутации гена РАС или стимуляции различными ростовыми факторами, значит, приводят к тому, что вот эти механизмы в раковой клетке тоже отключаются, даже без всяких мутаций, что позволяет раковой клетке очень успешно проводить репликацию многих вирусов. Ну вот вирусные функции подавления и захвата клетки включают помимо преодоления системы врожденного противовирусного иммунитета также еще ряд компонентов. Для того, чтобы вирус прореплицировался, требуется стимуляция клеточных синтезов. То есть вирус должен захватить вот эту регуляторную машину таким образом, чтобы обеспечить репликацию собственной нуклеиновой числоты, белка и так далее. Также требуется остановить самоуничтожение клетки, самоубийство клетки в ответ на вирусную инфекцию. То есть нужны быть такие функции, которые останавливают, например, апоптоз. И только тогда вирус может успешно провести репликацию и своевременно иметь время для того, чтобы наработать себя, свое собственное потомство. Вот в раковой клетке выясняется такая ситуация, что, во-первых, интерферонная система не работает. Процессы биосинтеза белков, РНК, ДНК уже активированы. То есть не требуется их активация. Апоптоз нарушен. И процессы клеточной смерти в целом протекают медленнее. То есть это говорит о чем? Что даже неполноценный вирус, ослабленный вирус или непатогенный вирус, он способен реплицироваться в раковой клетке. И это открывает возможность для создания искусственных модифицированных вирусов, которые будут поражать исключительно раковой клетке. Вот можно, так сказать, образно сказать, что раковая клетка заключает сделку с дьяволом. То есть, позволяя неограниченную репликацию, раковая клетка жертвует своей защитой от вирусов. Но это также связано с тем, что раковая клетка – это не часть организма, больше это одноклеточный организм, который эволюционирует по дарвиновским законам внутри организма. И при этом все организменные функции постепенно утрачиваются. Поэтому вот этот механизм противовирусной защиты можно отнести к как раз организменной функции, которая защищает организм, а клетка вот об этом просто не думает. Таким образом, если нормальная клетка препятствует вирусной инфекции и не реплицирует вирус в обычной ситуации, то раковая клетка, как здесь показано, может очень хорошо продуцировать вирус, продуцировать вирусное потомство, которое может потом заражать следующие раковые клетки. И пока не возникает адаптивный иммунитет против вируса, этот процесс может продолжаться. Теперь можно ли усилить избирательность репликации вируса в клетках опухоли? Ну, я уже показывал эту схему, что там нарушены процессы в раковой клетке, которые обычно представляют некие функции вируса, поэтому слабые вирусы могут осуществлять беспрепятственную репликацию в клетках раковых. На этой схеме показано, что вот эти два процесса, что есть двустороннее воздействие вируса на клетку и клетку на вирус для того, чтобы преодолевать врожденный иммунитет или подчинять клетку и, соответственно, механизмы противодействия этому. Вот если в раковой клетке отсутствуют эти механизмы, то можно убрать вот эти функции у вируса. Вот. И на этом основаны вот первые попытки создания анкелитического, собственно, анкелитического вируса, когда вот это на примере аденовируса был удален белок Е1b, который отвечает за связывание П53, таким образом предотвращая преждевременную гибель клеток. Вот. И после того, как этот ген был удален, действительно было показано, что такие вирусы могут реплицироваться на клетках, лишённых П53, вообще на раковых клетках. При этом их способность реплицироваться на нормальных клетках очень сильно повреждается. Но это достаточно грубое воздействие, то есть, делеции гена. Мы много ещё не знаем о вирусах. В частности, было установлено, что Е1b нужен не только для того, чтобы связывать П53, и обладать целым рядом других функций, в частности, транспорт РНК из ядра цитоплазма. Поэтому такое грубое воздействие, оно, в общем, малоперспективно. И более, видимо, адекватно – это натуральная селекция, когда проходит отбор и мутагенез, и отбор вирусов по определённому фенотипу. В результате этого определённые гены или их домены насыщаются мутациями, и получается вирус, который обладает желаемым свойством. Вот есть пример тоже на аденовирусе приведен, когда путём мутагенеза практически было достигнуто то же самое, что и с помощью делеции. Но когда потом просеквенировали геном, оказалось, что есть целый ряд ещё других мутаций, в других генах, функция которых, может быть, была ещё не совсем понятна и до сих пор непонятна. Но, тем не менее, фенотип – он колитический. Можно также усилить действие вируса, используя вирус в качестве вектора, вставить дополнительные гены. Вот в данном случае есть одна из проблем – это распространение вируса в опухоли. Можно ввести определённые гены, белки которых способствуют проникновению, разрыхлению как бы в оттране опухоли и лучше проникновению в толще опухоли. В данном случае это релаксин. Значит, это вот что касается прямого действия вируса. Но анклетические вирусы действуют не только прямым образом, то есть прямой энколиз. Собственно, преимущество анклетического вируса – это то, что в результате происходит очень сложная и многосторонняя индукция противоопухолевого иммунитета, стимуляция иммунного ответа против опухоли. И это связано с тем, что в процессе заражения, даже если в опухоли нарушена способность индукции собственного опухолевого клетка интерферонов, тем не менее компоненты стромы, которые сталкиваются с вирусом, они начинают экспрессировать интерферон, цитокины. И это приводит к привлечению в очаг опухоли вообще многих компонентов иммунной системы. Здесь очень много и долго можно говорить о этих механизмах, но тем не менее очень многие компоненты иммунной системы устремляются в результате под действием вирусового опухоль, в частности, дендритные клетки, натуральные киллеры, идет усиленная активация цитотоксических т-лимфоцитов, и это приводит к достаточно длительному иммунологическому эффекту. Еще что важно, это то, что, как я уже говорил, под действием ростовых факторов происходит усиление чувствительности клетки к вирусам, и это касается, в частности, в опухоли сосудов. Под действием ВИГФ, ангиогенного фактора, клетки эндотелия опухоли становятся особенно чувствительными к вирусам, и это приводит к коллапсу сосудистой сети и, соответственно, усиливает действие самого вируса. Что касается опухолевых фибробластов, стромы, то ситуация такая же. То есть, под действием ТГФ-бета происходит активация определенных процессов в стромальных фибробластах, что делает их также чувствительными, более чувствительными к вирусам. То есть, таким образом, действие вируса направлено не только на клетки опухоли, но и на всю инфраструктуру опухоли. Вот тут показано на этой картине такое многостороннее действие вируса, когда, с одной стороны, идет деструкция самих опухолевых клеток, также идет активация под действием геопоксии в опухоли ВИГФ. ВИГФ, в свою очередь, делает уязвимыми клетки эндотелия. Действие ТГФ делает уязвимым строму, и в результате происходит такой онкалитический эффект. Теперь стимуляция противоопухолевого иммунитета. В процессе репликации вируса в опухоли происходит деструкция опухолевой клетки и освобождение опухолевых антигенов. И устремление в очаг опухоли компонентов иммунной системы, дендритных клеток, приводит к тому, что эти опухолевые антигены становятся более доступными, и таким образом усиливается распознавание иммунной системы компонентов опухоли. И в результате возникает достаточно сильный системный противоопухолевый ответ. На этой схеме я хотел бы прокомментировать также пути, каким образом можно провести усиление свойств вируса и сделать их еще более эффективными онкалитиками. Но для того, чтобы более успешно проникать в различные типы клеток, существуют подходы для того, чтобы перенацеливать вирусы на те или иные поверхностные белки клетки, для того, чтобы расширить их тропизм или направить на определенную группу опухолевых клеток. Также существует очень много подходов, изощренных достаточно, для того, чтобы сделать вирусы более пригодными для репликации именно в опухолевых клетках. Это и использование определенных опухолеспецифических промоутеров, и введение различных трансгенов, генов, которые усиливают действие вируса. Также различных онкотоксических белков, иммуномодуляторов, даже компонентов антител. То есть, все это приводит к тому, что сейчас вот эта область создания онкалитических вирусов продвинулась достаточно далеко, и существует в общем-то сотни различных таких созданных уже антитических вирусов, которые находятся на разных стадиях испытаний, доклинических и клинических. И, наконец, очень перспективным является даже создание полностью синтетических вирусов, которые можно просто написать их структуру, провести определенную оптимизацию этой структуры, вставить нужные компоненты, убрать ненужные компоненты и после этого смотреть, каким образом они будут действовать. Значит, вот один пример онкалитического вируса, который в прошлом году был утвержден в Соединенных Штатах FDA. Это онкалитический вирус герпеса, так называемый ТИВЕК или Имджилик, который имеет две делеции, которые одна из этих делеций снимает нейровирулентность и усиливает откоселективность, особенно в клетках, в которых активирован онкоген RAS. Другая делеция, значит, она подавляет презентацию антигенов комплексом MHC-класс-1 и усиливает иммуногенность опухоли. Кроме того, в этот вирус введен ген GMKSF, что усиливает его иммуногенные свойства. Этот вирус сейчас разрешен для применения в отношении меланомы, он прошел уже все фазы клинических испытаний, но пока еще нет каких-то вразумительных клинических данных о том, насколько он эффективен. антигенов на этой схеме приведено достаточно много различного типа анклинических вирусов, которые проходят те или иные фазы клинических испытаний. Видно, что эти вирусы включают самые разные семейства вирусные, это и аденовирусы, и герпес-вирусы, и паровый вирус, и вирус асповакцины, вирус кори, вирус болезни Нью-Касла, энтеровирусы типа полиовируса, коксаки, эхо, реовирусы, вирус визикулярного стоматита, вирус миксомы и так далее. То есть практически большинство литических вирусов используется и испытывается в качестве онкалитиков. Основные проблемы, которые требуют решения. Вот существует, конечно, масса проблем, связанных с анкалитическими вирусами. Вот одна из этих проблем, это проблема доставки. Потому что если ввести в кровоток вирус, то он достаточно быстро отфильтровывается клетками ретикулно-индикториальной системы и до опухоли доходит очень плохо. Одним из подходов для решения это использование клеточных носителей, так называемый метод троянского коня, когда можно заразить чувствительную клетку вирусом, вирус таким образом как бы становится невидимым для иммунной системы, какое-то время он пока реплицируется в этой клетке, иммунная система его не видит, в это время можно клетку ввести в кровоток и когда вирус начинает выходить, эта клетка может оказаться вблизи опухоли. Причем испытывают самые разные клеточные носители, это и иммунные клетки, это и стволовые клетки, это также различные инженерные клетки, которые создаются с определенными свойствами. то есть это такая большая область сейчас для исследований. Теперь вот сочетание вирусов тоже сейчас активно с другими типами противопоклютерапии активно также испытывается. Но вот один из таких подходов это использование различных цитотоксических и терапевтических препаратов, когда показано, что небольшие дозы цитотоксических препаратов приводят к тому, что нарушаются сосуды питания опухоли и при этом анкелитический вирус более эффективно действует. Также вот в последнее время вы знаете, что очень модными стали и вообще эффективными это ингибиторы чекпоинтов иммунных, в частности вот ингибиторы PD-1, PD-L1 вот и в сочетании с вирусом это также оказалось достаточно эффективным. вот в частности вот кейтруда, которая является ингибитором PD-1, она подавляет практически вот способность опухолевых клеток выключать токсические талифоциты, вот, но блокирование кейтруда приводит к тому, что иммунный ответ, индуцированный вирусом, очень сильно усиливается и эффект на самом деле очень хороший получается. то есть это достаточно перспективный подход и сейчас также рассматривается вопрос, что можно даже вот эти антиген связывающие участки вводить в виде генов сам вирус с тем, чтобы вирус уже сам обладал способностью секретировать вот эти ингибиторы чекпоинтов и таким образом действовать уже более без всяких добавок. А также какую стратегию выбрать предположим для введения вируса? Можно вводить вирус собственно в опухоль и тогда как это показано это вызывает лучше стимуляции иммунитета противопухолевого а можно вводить в кровоток и это приводит к более быстрому проникновению в метастазы отдаленные но при этом достаточно быстро также возникает адаптивный иммунитет против вируса и соответственно угасание этой вирусной инфекции вот этот вопрос тоже требует проработки и по-видимому он еще зависит от типа вируса который используется для терапии еще одна проблема это цитокиновый шторм так называемый то есть иногда применение вируса сопровождается неконтролируемым выбросом правовоспалительных цитокинов приводящих к ахексии и другим нежелательным последствиям поэтому этот вопрос тоже требует пристального изучения для того чтобы разработать схемы которые позволяют избежать этого состояния также важно удаление основной массы опухоли чтобы при начале лечения не было слишком большой опухолевой нагрузки которая может сопровождаться вот таким штормом проблема индивидуальной чувствительности опухоли вот это вот очень большая проблема потому что когда начинают уже доходят до клинических испытаний выясняется что если на часть пациентов вирус очень хорошо действует очень хороший эффект то на другую часть он может вообще никак не действовать и это связано с индивидуальной чувствительностью опухоли пациента потому что опухоли они очень разнообразны вот и поэтому перспективным является поиск каких-то маркеров предсказания чувствительности к тому или иному вирусу причем если опухоль нечувствительна к одному вирусу это не значит что она будет нечувствительна к другому вирусу потому что так сказать вирусы тоже используют разные механизмы для преодоления клеточных каких-то барьеров вот поэтому тут требуется очень много дополнительных исследований вот теперь я очень быстро хотел бы пройтись по некоторым клиническим примерам использования вирусов конечно их не так много но есть достаточно интересные в частности вот для глиобластомы которые в общем-то в общем-то являются огромной проблемой как вы знаете да вот лечение глиобластомы с помощью вируса болезни Ньюкасла здесь вот показано до начала лечения достаточно большая опухоль да и вот через 30 недель практически опухоли уже нет значит вот тут совершенно замечательный случай глиобластомы в 94-м году пациент вот заболел ему больной 14 лет он прошел курс циклопосфамидовин крестина потом у него возник рецидив он прошел лучевую терапию потом снова рецидив в 96-м году он начал принимать ему начали вводить внутривенную вирус болезни Ньюкасла причем это ежедневные инъекции на протяжении там двух или трех лет это конечно избыточно совершенно но в общем и дорого и не обязательно надо так много вводить но тем не менее вот такой режим был и вот значит в 98-м году видно что уже опухоли практически нет там дырка извиняюсь в мозгу но значит больной в 12-м году был еще жив то есть это в данном случае уже практически была монотерапия вирусом болезни Ньюкасла в очень развернутой форме глиобластомы и это также навело на мысль что поскольку при глиобластоме огромные проблемы это стволовые клетки которые ускользают обычное от лечения так значит вот в этом случае стволовые клетки вирусом уничтожались и сейчас существует исследование которые говорят о том что очень многие вирусы именно вот они хороши для уничтожения опухолиницирующих стволовых клеток потому что стволовая клетка оказывается в отличие от многих химиотерапевтики средств и таргетных препаратов оказывается уязвимы перед вирусом вот значит это тоже глиобластомы лечения онкалитическим вирусом герпеса значит здесь было однократное введение 127 микролитров стереотоксическое вот достаточно низкого титра вируса герпеса онкалитического и видно что через 6 лет мы не видим опухоли значит еще один пример это онкалитический вирус на основе вируса оспа вакцины в данном случае это рак печени лечение и тоже показано вот через 21 месяц отсутствие опухоли и значит в отдаленных не инъецированных участках тоже видно что происходит онкалитический эффект вот это лечение множественной миеломы вирусом кори штамм Эдмонстон вот и тоже видно что значит достаточно эффективное лечение нет еще один пример это ТИВЕК который сейчас утвержден в Соединенных Штатах при лечении меланомы вот кожные повреждения значит через 3 месяца видно отсутствие поражения но самое главное что было 2 метастаза в печени которые через 8 месяцев тоже отсутствуют хотя туда не вводили вирус то есть это системный эффект еще один пример это интервирус Каватак это КАКСАКИ вирус 21 типа вот тоже видно что он действует дистанционно даже в том участке в который не вводился вирус наблюдается достаточно хороший эффект ну и наконец вот я хотел бы сказать что вот в Латвии Латвия была первой страной в которой разрешили первоанкредитический вирус это называемый регвир который сейчас применен для применения разрешен там для применения для лечения меланомы вот они сообщают о достаточно хороших данных вот пятилетней выживаемости вот многие правда оспаривают эти результаты но тем не менее в общем этот препарат сейчас в Латвии широко используется там приезжают туда в эту клинику больные для лечения вот этим регвиром вот но надо сказать что конечно лечение одним вирусом это достаточно малоперспективная вещь и тут надо конечно более серьезно подходить потому что так же как и к другим средствам все-таки раковые клетки вырабатывают устойчивость тоже и к вирусам особенно к вирусам которые проникают через специфические рецепторы потому что рецепторы можно убрать раковая клетка убирает рецепторы возникает рецидив значит и поэтому вот очень важно для того чтобы этот метод пошел дальше разрабатывать такие вот стратегии которые позволят его успешно применять но по-видимому надо использовать сочетание вирусов и сочетание значит предварительной диагностики то есть определять какому набору вирусов пациент может быть чувствительным и после этого применять панель вирусов последовательно или в сочетании также естественно сочетание с какими-то другими дивантами терапевтическими средствами в заключение я также хотел сказать что может быть высказать такую очень необычную идею но возможно что сейчас это звучит фантастически но это может реализоваться в будущем дело в том что основная проблема рака это проблема устойчивости к терапии терапевтические средства все терапевтические средства статичны они не меняются а раковая клетка меняется вирус это организм и он меняется также может меняться также очень быстро и значит сейчас основная такая вот представление о том что он критический вирус должен быть очень стабильным для того чтобы избежать возникновения каких-то болезнетворных форм на самом деле это неправильно потому что вполне можно создать такой вирус который в принципе не может стать болезнетворным если удалить из него гены которые ответственны за вот эту болезнетворность то требуется миллионы лет для того чтобы их создать эти гены в то же время вирус может нацеливаться в результате своей изменчивости на новые мишени в том числе раковые клетки которые утратили какой-то предположим рецептор и для того чтобы такой подход разработать требуется усиление наоборот его нестабильности и существуют подходы каким образом можно усилить нестабильность вируса не влияя на предположим стабильность клеток в организме например использование противовирусного препарата рибавирина который акцептируется полимеразами вируса но не акцептируется полимеразами клетки и такая дестабилизация вируса может в принципе приводить к тому что уже в опухоли пациента эта эволюция вирусов будет проходить таким образом что она будет перенацеливаться на ранние несчастительные компоненты в опухоли в общем использование в живых систем в терапии рака кажется сейчас очень сложной задачей но очень перспективной задачей поэтому я думаю что лет через 20 через 15 20 лет возможно вирусы станут даже не вирусы а вернее живые системы на основе принципов вируса могут стать основой для терапии будущего спасибо